Сегодня суд частично удовлетворил иск о возмещении морального вреда по этому делу. Правда, сумма взыскания пока не уточняется. Между тем, опасность поджидает кировчан не только под ногами, но и над головой речь о снежных шапках и метровых сосульках, свисающих с крыш. Что делать, если ваш дом попал в снежный плен, расскажет Ульяна Яздакова. Предупредительная табличка и сигнальная лента тонко намекают. Прохожий, будь внимателен, возможен сход снега и льда. Иначе, как в известном фильме, снег бачка попадет, совсем мертвый будешь. С крыши на Чапаева 65 последствия недавних осадков рабочие убрали. А вот кровли соседних домов так и остались нетронутыми. Тут и там свисают снежные шапки. Еще немного и рухнут на головы прохожих. Бывало, подходил к своему подъезду и как бы буквально шаг бы сделал и упало бы на меня. Сколько у нас людей поумирало из-за ледышек, сейчас постоянно смотрю. Вот и пенсионер Сергей Перешейн каждый день рискует своей жизнью и здоровьем, когда выходит из дома. С козырька его подъезда на Спаской 12 свисает снежная глыба. С крыши метровые сосульки. Чуть зазевался и беды не избежать. Вот и приходится кировчанину самому обязанности управляющей компании выполнять. Она когда подтаивает, он съезжает. И опалачка его, конечно, опасная, это все дело. А иначе за козырек-то никто ей не отвечает даже. Ледяные сталактиты исторического здания Аверкия Перминова на Спаской 10А пугают своими размерами кировчан. С опаской стоит ходить и мимо дома на Спаской 21. Чтобы избежать несчастных случаев, например, в Ленинском теруправлении каждый день 8 специалистов осматривают кровлей 900 домов. Увидели наледь, сосульки или свисающие снежные шапки, тут же сообщают в управляющую компанию. На устранение нарушений даются сутки. Не выполнили предписание, штраф до 300 тысяч рублей. В случае гибели человека ответственных ждет уголовное наказание. Ну, если там с гибелью, это уже займется Следственный комитет, это уголовная уже статья. А если будет причинение какого-либо материального вреда, в том числе здоровью, то штраф будет до полумиллиона. Пожаловаться на сосульки могут и сами жильцы. Для этого достаточно обратиться в управляющую компанию. Если не помогло, пишите заявление в госжилинспекцию. Ульяна Издакова, Алексей Зырянов, Александр Брызгалов. Бюро новостей Давича.